В этом году предстоит большая работа по переводу богатой литературы Казахстана. Специально для этого будет презентована двухтомная антология. В книги войдут по 30 поэтов и писателей современного Казахстана. Произведения будут представлены на шести языках Организации Объединенных Наций. Сейчас ведутся переговоры с ведущими специалистами таких авторитетных учебных заведений, как Кембриджский университет, Институт русского языка Пушкина в России, Университет Конфуция в Китае, Институт Сервантеса в Испании. Для читателей будет издана антология в мини-формате. Ее можно будет приобрести в книжных магазинах и онлайн-площадках, таких как Амазон. Считаю, что книги будут интересны для иностранного рынка и авторами, и своей подачей. Работа над переводами уже началась. Заведующая отделом внутренней политики администрации президента Аида Балаева за круглым столом совместно с творческой интеллигенцией обсудила список литераторов, чьи труды будут представлены читателям всего мира. Собравшиеся поговорили и о произведениях поэтов и писателей. Антология создан, собран один том поэзии и один том прозы, где представлены и классика казахстанская, и современная молодежь, и среднее поколение. Проделана большая работа, то есть, можно сказать, кош тронулся. Мы собрали такие куржу, драгоценности, которые хотим предложить на перевод на главные шесть языков ООН. Антологию бесплатно получат ведущие учебные заведения англоязычных стран. А для широкого читателя она будет представлена в электронном и аудиовариантах. Она будет доступна для скачивания в интернете. Таким образом, миру откроются произведения и имена казахстанских поэтов и писателей. Ардак Сидказин, Жанна Хабдулхабар, Влад Шишко и Арсен Сандыбаев. Телеканал Алматы.